Всем привет! В эфире специальный новогодний выпуск программы TicketOnLife. Сегодня мы подводим итоги года, а это значит, у нас будет вдвое больше цифр и интересных сюрпризов. Меня зовут Виктория Таргунакова, и сегодня вы узнаете, какие звезды наделали больше всего шума в Казахстане. Название самых кассовых фильмов 2016 года, в том числе и казахстанских, а также способы не пропасть в горах и в 15 веке. Индустрия кино в 2016 году порадовала зрителей со всей планеты множеством качественных и громких премьер, и мы решили составить список самых кассовых фильмов 2016 года по версии казахстанских зрителей, ведь, как известно, покупатель голосует кошельком. Итак, топ-10 фильмов возглавляет, как мы и предполагали, спин-офф истории о Гарри Поттере «Фантастические твари» и «Где они обитают». Итоговые сборы картины составили 876 миллионов 723 тысячи тенге, и это определенный рекорд. Мировые сборы фильма перевалили за колоссальные 744,5 миллионов долларов. На второй строке – Moana. Мультяшная премьера чуть было не потеснила сложнейшую графическую киноленту и заработала 832 миллиона тенге в уходящем году. Мировой заработок не так впечатляющий – 328 миллионов долларов. Хотя не все так просто. Пиарщики из Disney специально выжидали рождественские каникулы, чтобы привести свой мультфильм на 30 новых территорий. Так получилось, что две заключительные громкие премьеры года вероломно вытеснили фильм, сомневаться в победе которого не приходилось. А теперь отряд самоубийц довольствуется лишь третьей строчкой рейтинга, злобно покусывая бронзовую медаль. Сборы картины в Казахстане составили 780,5 миллионов тенге, а мировые сборы превышают заработок лидера на целый миллион долларов. В копилке самоубийц – 745 миллионов 600 тысяч долларов. В первую пятерку рейтинга также вошли «Первый мститель. Противостояние» и «Доктор Стрэндж». Правда, сборы уступают лидерам порядка 200 миллионов тенге. Примечательно, что целых 40%, а именно 4 позиции нашего рейтинга, занимают анимационные картины. Рисованные персонажи боролись за любовь зрителя с именитыми актерами. В «Десятке», кроме Муаны, также присутствуют «Книга джунглей», «Тайная жизнь домашних животных» и «Картина в поисках Дори», которая замыкает десятку самых успешных картин 2016 года с заработком в 451 миллион тенге. К сожалению, в «Нашей десятке» нет ни одного казахстанского фильма. Но не беда, мы решили сделать свой рейтинг успеха, в котором не будет лишних иностранных имен. Итак, самым успешным фильмом по версии «Тикитон» стал фильм «Районы». Второе место у народной героини Келинки Сабины и продолжение ее истории. Третью строчку заняла «Дорога к матери» режиссера Акана Сатаева. Если 2016 год уже практически подошел к концу и итоги его подведены, то уже через неделю, в следующий четверг стартуют новые фильмы проката. И кто знает, возможно, именно они станут самыми успешными лентами 2017 года. По крайней мере, в категории казахстанских фильмов есть однозначные шансы победить у картины Виталия Кистанова «Еще один день». Ведь в нем есть все – красота и непредсказуемость нашей природы, свежие лица, среди которых латино Сатарова и острота сюжетной линии. Практически фильм выживания. Перспектива быть погребенным лавиной вряд ли понравится кому-либо. И у героя, которого настигла беда в горном ущелье, остается совсем мало шансов спастись. Но природа дала ему еще один шанс, чтобы выжить. Теперь их тайну хранит тебе. Ведь природа дала еще один день, чтобы выжить. Первый четверг нового года порадует нас еще одной интересной кинопремьеры для самых стойких киноманов. Представьте, наука сумела создать технологию, высвобождающую генетическую память. Теперь можно заново пережить события, которые переживали твои предки столетия назад. Настоящая машина времени. Такой ноу-хау в премьерной картине «Кредо-убийцы». Тайная корпорация Абстерка похищает Дезмонда Майлза, потомка одного из самых могущественных родов, члены которого в прошлом принадлежали к братству ассасинов и исправляли ход истории, убивая лишних людей. Героя заставляют заново пережить события далекого прошлого, 15 века, во времена Испанской Инквизиции. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организации тамплиеров уже в наши дни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь, когда перед нами открылись тайны самых успешных событий 2016 года и перспектива новых открытий в 2017-м, самое время подвести итоги нашего еженедельного розыгрыша и подарить билеты в кино. Победительницей нашего еженедельного конкурса стала пользовательница по имени Юлия Анн. Поздравляем и желаем приятного просмотра! Если и вы хотите оказаться в числе победителей на следующей неделе, пожалуйста, выполните три несложных шага. Во-первых, поделитесь данным видео у себя на страничках в социальных сетях. Во-вторых, отметьте в публикации хэштегтики ТОН39. И в-третьих, подпишитесь на наши официальные паблики. А я желаю вам приятного просмотра и волшебного Нового года, самых положительных впечатлений, в том числе от просмотра фильмов, спектаклей и концертов, которых в 2017 году будет намного-намного больше. Желаю каждому обрести счастье и стать чьим-то счастьем. До встречи в новом году! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!